Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о Санкт-Петербургском Зените и об их воспитаннике Данииле Круговом, который в ближайшее время может вернуться в Санкт-Петербургский коллектив. Во всяком случае, об этом сообщает сам игрок в рамках своей переписки с экс-футболистом Уфы Зинченко, ныне игроком Манчестер Сити. Разумеется, все это пока что еще сообщение в соцсетях, слухи и все остальное, но так или иначе, на мой взгляд, Зениту может пригодиться молодой и достаточно перспективный игрок. И давайте разберемся, способен ли Круговой усилить Зенит и каким образом он может быть использован своей родной командой. Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Итак, первый и важнейший момент. Нужен ли Зениту новый левый защитник? А именно на этой позиции и выступает Круговой. Как мне кажется, он был бы не лишним. Тем более, когда речь идет о молодом перспективном игроке, воспитаннике клуба, который нужен в команде. И, в принципе, о достаточно толковом исполнителе, который способен выполнять функцию хотя бы по ротации состава. То есть, чтобы подменять ведущих исполнителей. Разумеется, никто не говорит, что Круговой сейчас пойдет и станет основным игроком Санкт-Петербуржцев. Но для того, чтобы подменить того же самого Дугласа Сантоса, самое оно. Почему я так считаю? Обратите внимание, здесь, в Зените, много игроков, способных сыграть слева в защите. Но по каждому из них есть вопросы. Жирков все-таки в плане физики. Последнее время начинает немножко сдавать, объективно говоря. Да, он, конечно, носится по-прежнему как угорелый в каких-то моментах матча. Но выдержать 90 минут на позиции левого защитника, подключаясь вперед и успевая в защиту, ему уже тяжеловато. Поэтому в последнее время, обратите внимание, Йори играет на позиции левого хавбека. И поэтому здесь рассчитывать на Жиркова в следующем сезоне как на левого защитника не стоит. К тому же у Йори истекающий контракт. И пока что непонятно, будет он продлеваться или нет. Есть, разумеется, здесь Дуглас Сантус. Великолепный левый защитник. Но периодически его используют в центре поля. То есть ему нужна здесь подмена. Ну и в конце концов, по ходу сезона периодически и этому семижильному бразильцу тоже нужна какая-то передышка. Поэтому здесь круговой может пригодиться в качестве элемента ротации состава. Да, конечно, есть еще Караваев, способный сыграть слева. Но учитывая то, что у Смольникова заканчивается контракт, как мне кажется, его продлевать не будут. Есть у меня такое ощущение, и Караваеву придется почти без замен играть справа в обороне. И, разумеется, это не позволит ему смещаться, если что, на левую провку. Есть Терентьев, который тоже выступает сейчас в Уфе. Но это, на мой взгляд, уже прошлое. Это не тот вариант, который нужен сейчас Санкт-Петербургу. Так что круговой, как элемент ротации, может пригодиться. Тем более, что ему 21 год, он молод, перспективен, должен прибавлять. Он воспитанник Зенита, что очень важно, как с точки зрения эмоций и психологии. Ну, знаете, свой Контерано, своя Кровинушка в стартовом составе там или на скамейке. Не суть важна, это все равно приятно. Ну и, кстати, для Лиги Чемпионов тот же самый, это важный нюанс. Потому что там обязательно нужно вносить в заявку воспитанников команды. И вот, пожалуйста, тот же самый круговой. Чем он так полезен? Ну, во-первых, хотелось бы напомнить, что он выступает за Уфу. А это сейчас команда, которая пропускает меньше всех в России, если не считать Зенит. То есть идет второй лучшей защитой в нашем чемпионате. Именно та команда, где выступает круговой. И хотелось бы отметить, что Данил, хоть и провел немного матчей из-за травм в этом сезоне, но в тех, где он участвовал, он явно не был слабым звеном. И в результате, в тех играх, где принимал участие круговой, команда три раза сыграла на ноль в семи встречах. И пропустила всего три мяча. То есть здесь показатель достаточно хороший. Ну и к тому же хотелось бы отметить, что он игрок, достаточно полезный и впереди. Он способен забивать мячи, у него хороший дальний удар. Недавно, кстати, он отметился галешником за молодежную сборную России. И, в принципе, его атакующие навыки достаточно хороши. Например, посмотрим количество обводок. В среднем в этом сезоне он за один матч проводит одну успешную попытку дриблинга. В Зените всего два футболиста имеют лучшие технические характеристики. Это Малком и Дариуси. Но это вообще футболисты атакующего плана. Поэтому здесь круговой большой молодец. Касательно обострений за счет передач. Ну здесь у него 0,7 ключевого асиста за игру. То есть почти каждый матч он выдает опасную передачу на голевой момент. И если сравнивать с нынешними игроками Зенита на этой же самой позиции, то, например, Караваев справа, правда, в защите, отдает 0,9 ключевой передачи. Жарков на позиции Лио Хавбека 0,6. И таким образом мы видим, что тут круговой, в принципе, держится более-менее вровень с ведущими исполнителями. У Дугласа Сантоса цифры повыше. Но это футболист уникальных умений, и с ним пока что сложно конкурировать с кому-либо в нашем чемпионате. Это вообще, на мой взгляд, лучший левый защитник нашей лиги. И здесь круговой должен просто подменять Сантоса. При этом он достаточно полезен и в защите. Его статистика в этом сезоне 2 отбора, 1,3 перехвата, хорошие цифры. Например, по количеству отборов в нынешнем Зените в этом сезоне, всего 4 футболиста имеют показатели лучше. Ну и плюс к этому он играет достаточно чисто. Всего одно нарушение правил за 2 встречи. То есть футболист корректный, старается действовать по уму, старается лишний раз не фалить. И это важный показатель для топовой команды. Плюс к этому хотелось бы отметить, что он универсален в рамках разных схем. Он может играть как левого защитника, так и левого латераля. То есть перемещаться на расстановку 3-5-2 и так далее. И это даст, опять же, тому же самому Симаку новые варианты для построения команды и для перехода на другие расстановки. Потому что есть левый защитник, левый латераль, который в этой схеме уже достаточно давно и играет. Ну и, кстати, левого хавбека тоже круговой может исполнить. И здесь, учитывая истекающий контракт того же самого Жиркова, круговой может быть весьма и весьма актуальным подкреплением для Санкт-Петербургского Зенита в следующем сезоне. Ну и говоря о нем, конечно, нельзя не отметить целый ряд минусов, которые связаны в первую очередь с травмами кругового. Еще до этого сезона у него было много болячек. Ну а в этом году у него было две серьезные травмы. Одна за другой практически с коротким промежутком, где он и успел сыграть несколько встреч. Поэтому сейчас, когда игрок в 21-летнем возрасте получает кучу травм, страшно представить, что будет дальше. Разумеется, мы будем надеяться на лучшее, что эта хрустальная болезнь отпустит кругового. Но есть неприятные такие мысли, что дальше футболист будет получать только больше и больше повреждений. И таким образом не сможет раскрыть свой потенциал. Есть определенные вопросы и по качеству игры в пас. Потому что у футболиста 33% брака. И я думаю, увидев такое, Бубнов, ну уж точно изничтожил бы его своей критикой. Плюс к этому хотелось бы отметить, что вокруг кругового постоянно какие-то скандалы. Тот Зерянов, тренер «Зенита-2», открыто его раскритикует и скажет, не такой уж и наталантливый. Что, кстати, тоже заставляет призадуматься. Может быть, мы как-то переоцениваем его возможности. То он вернется в «Зенит», не пойми как и не пойми зачем. И дальше вернется в «Уфу». Там, помните, в январе была непонятная ситуация. То он заявит в интервью, что не хочет жить в России, в нашей стране. То он в другом интервью заявит, что ему «Зенит» не доверял. В общем, здесь, на самом деле, язык мой враг мой. И круговой периодически. Начинает больше заниматься какими-то, знаете, провокационными вещами в своих интервью и заявлениях. А не самим футболом. Ну, что, правда, отчасти связано с тем, что он постоянно травмирован. И получается, ему зачастую действительно нужно напоминать о себе хотя бы подобными заявлениями. Потому что выйти на поле он не может из-за своих повреждений. Короче говоря, здесь есть вопросы по круговому. Но в целом я вижу в нем потенциал. И я считаю, что он может укрепить скамейку запасных «Зенита» на первых порах. Вытеснить Дугласа Сантоса будет просто нереально. Но игроки подмены все равно необходимы. И тем более футболисты, которые являются воспитанниками «Зенита». Учитывая то, как мало «Кантеранус» в последнее время в составе «Синий» было «Голубых». Учитывая то, как редко воспитанники «Смены» и других команд питерских пробиваются в главный коллектив. Я думаю, появление «Кругового» будет весьма-весьма приятным нововведением. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка здесь в описании. Всем удачи, всем пока.